Делегаты от Гродненской области уже отправились в Минск. В преддверии Всебелорусского народного собрания в областном центре состоялась заключительная диалоговая площадка. Ее участники в ходе встречи подвели итоги и обсудили результаты проделанной работы, чтобы отправиться в Минск с проработанными идеями и предложениями. Единство, развитие, независимость – тема заключительной диалоговой площадки, которая состоялась на базе Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Открытый диалог с представителями Белорусского республиканского союза молодежи прошел в онлайн-формате. К прямой трансляции подключились все областные центры. Она объединила в онлайн-связи 150 делегатов. На сегодняшний момент действительно проходим точку развития программы «Закончили свои действия». Нам нужно действительно шагать и определять развитие не только экономики, образования, сферы ЖКХ, строительства и так далее. На сегодняшний момент независимость. Ее трактуют по-разному. На самом деле все просто. Это действительно политическая самостоятельность. И это очень важно на сегодняшний момент. Обсудили на встрече и темы социального и экономического развития. Здесь речь велась о создании Центра молодежных инициатив, в котором планируется усовершенствовать работу с творческой и креативной молодежью, включая ее поддержку в реализации разного рода проектов. Отдельно рассматривался вопрос о расширении перечня образовательных программ в области науки и технического творчества, а также непосредственно о воспитании молодежи. В первую очередь я считаю, что нужно сделать акцент на определенных стартап-проектов. Различные социальные стартап-проекты хороши тем, что это не коммерческие организации. Они будут улучшать жизнь граждан за счет тех идей, которые были предложены молодежью. Наряду со старшим поколением, с опытными руководителями, в 6-м Всебелорусском народном собрании будет принимать участие и актив Союза молодежи. Самые инициативные ребята представят лучшие идеи, которые прозвучали в ходе обсуждений на диалоговых площадках. К слову, таковых собрано порядка 16 тысяч по всей республике. Все они будут представлены делегатами от молодежи на 6-м Всебелорусском собрании. Пришел я всегда с целью добиться от молодежи хороших предложений и их инициатив. То есть наша задача как делегатов – выслушать молодежь и подать их предложения чуть выше. Напомним, что диалоговые площадки начали работать осенью 2020 года. Фактически любой желающий без всяких ограничений мог подать свое предложение для дальнейшего обсуждения. Это можно было сделать как очно, так и заочно на сайте облсполкома. Диалоговые площадки прошли очень конструктивно. Было сформировано порядка 70 предложений. Многие из них вошли в повестку Всебелорусского народного собрания. Часть предложений будет включена в проект новой конституции. И вот сейчас мы едем для того, чтобы обсудить предложения, поступившие не только с нашего региона, но со всей республики. К идеям и инициативам молодых белорусов прислушивается и старшее поколение. Взгляд изнутри на многие вопросы, с которыми напрямую сталкиваются молодые люди, позволяет применить их опыт на практике. Меня больше всего волнует вопрос о здравоохранении. У нас вновь было вопросов в программе, которые касаются тематики здравоохранения, как создания опорных функций, оказания медицинской помощи, так и развития непотребственной продолжительности жизни нашего населения за счет получения качества оказываемых услуг. Помимо всего прочего, как молодежь интересует социальная политика и развитие системы грантовой поддержки талантливого молодежи. Сейчас активно обсуждалась тематика этой повестки именно на областных диалоговых площадках. Она едет от нашей области как одно из предложений. И хотелось бы, чтобы эта система была внедрена в ближайшую поделетку. 310 самых активных представителей Гродницкой области смогут обменяться мнениями и опытом с представителями других регионов, чтобы сформировать общие идеи и в будущем продолжить это тесное сотрудничество. БРСМ Гродничина будет представлена 21 молодым человеком, юношами, девушками. Это самые лучшие, самые талантливые ребята нашего региона. Среди них и молодые депутаты молодежного парламента, и представители частного бизнеса, и лидеры Союза молодежи регионов. Это сельская молодежь, это представители МЧС и других силовых структур. Отрадно, что в нашей делегации 5 человек, которые имеют государственные награды. 6-е Всебелорусское народное собрание пройдет в Минске 11-12 февраля. На обсуждение будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития на 21-25 годы и направления общественно-политического развития страны.